Созвали всех и выслушали критику. В США инициировали заседание Совбеза ООН, чтобы обсудить протесты в Иране, но разговор получился о самих штатах. Ряд государств заявили, что иранский конфликт – дело внутреннее. В адрес Вашингтона прозвучали даже обвинения во вмешательстве. Елена Абрамович продолжит. Протесты в 80 населенных пунктах, беспорядки, аресты тысячи демонстрантов и гибель двух десятков человек. О том, что происходит в Иране, западные СМИ пишут вот уже неделю. В США решили, вопрос стоит обсудить и на заседании Совбеза ООН. То, что происходит в Иране, последнюю неделю заслуживает внимания мирового сообщества. Это спонтанное выражение основных прав человека. Это мощная демонстрация храбрых людей, которые так устали от своего репрессивного правительства, что готовы рисковать жизнью в знак протеста. Мир должен аплодировать их мужеству. Голоса иранского народа должны быть услышаны. Основной причиной протестов изначально была экономическая. Правительство в два раза повысило цены на хлеб. Но вскоре требования стали политическими. Поменять власть. Америка и Израиль открыто поддержали демонстрантов, что вызвало дискуссии об их влиянии. На заседании Совбеза ООН несколько стран предупредили. Комментариями злоупотреблять не стоит. Какими бы волнующим не было последнее событие в Иране, они не представляют угрозы международному миру и безопасности. Мы должны быть осторожны в отношениях любых попыток использовать этот кризис для достижения личных целей. Иначе будет результат, диаметрально противоположный желаемому. Более жесткими в высказываниях были постпреды Ирана и России. Они настаивали, США не просто вмешиваются в дела страны сейчас. Они делали это в течение десятков лет. Мы располагаем убедительными доказательствами фактов насилия в Иране со стороны протестующих, в некоторых случаях приводящих к гибели полицейских, и сотрудников службы безопасности, которые очень четко направлены из-за границы. Истинная подоплека причин СОЗОВа сегодняшнего заседания кроется не в попытках защитить права человека и интересы иранского народа, а в зауалированной попытке использовать текущий момент до продолжения линии на подрыв совместного всеобъемлющего плана действия по регулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Тем временем протесты в стране после вспышек насилия несколько утихли. Власти страны ищут другой способ уменьшить бремя на бюджет. Не повышая цены на хлеб. Елена Абрамович. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер.